Здравствуйте, друзья! С вами вновь Андрей Погудин. Вот уже месяц я торгую на Wildberries и сегодня расскажу подробно по всем моментам. Как я выбирал и заказывал товар, как настраивал рекламу, какие ошибки допустил, сколько удалось мне заработать за этот месяц и самое главное, как банк Тинькофф украл всю мою прибыль. Погнали! Стать продавцом на Wildberries просто. Заходите на сайт seller.wildberries.ru, вводите номер своего мобильного телефона, на который у вас зарегистрировано приложение, а затем переводите со своего расчетного счета обеспечительный взнос в 10 тысяч рублей. Важный момент, именно со своего счета ИП, а не с какой-то там карты, именно на этот счет вам потом будут поступать выплаты с маркетплейса, ну или не будут. Насчет обеспечительного взноса, например, на том же Азоне его нет, но поэтому там и больше ненормальных новичков, которые своими ценами ломают всю стратегию продвижения. Эти 10 тысяч Wildberries не забирает себе, а переводит на ваш бонусный счет, с которого вы потом будете оплачивать рекламу. А рекламу вы точно будете оплачивать, иначе никакого продвижения ваших товаров не будет. Еще один важный момент, налогообложение на маркетплейсах только у СН, патент не прокатит. Итак, я зарегистрировался на Wildberries, оплатил вступительный взнос и счастливый стал заниматься своими делами. Но прошел день, два, три, а маркетплейс так и не открыл мне личный кабинет продавца. Я попробовал написать в поддержку, выскакивает какая-то ошибка. Нашел уже на мобильном сайте форму обращения, написал им о своей проблеме. Поддержка сказала прислать мне скан оплаты. Я пытаюсь отослать скан через почту, а мне в ответ Яндекс пишет, что почтовый ящик клиента забит, и он не может туда доставить письмо. То есть понимаете, да? На официальный ящик ВБ приходит столько писем, что они тупо не справляются. Не успевают их читать, и почта постоянно забита. В итоге я плюнул и отправил скан оплаты через ту же форму обращения с мобильной версии сайта. И, о чудо, на следующий день мне наконец-то подключили личный кабинет. Как мало человеку надо для счастья, верно? Какой из этого сделаем вывод? Если вы пишете что-то в поддержку, сразу прикрепляйте сканы всех необходимых документов и доказательств. Справедливости ради, следует сказать, что после этого я уже два раза писал в поддержку из личного кабинета, и оба раза мои обращения дошли до адресата. Ребята ответили мне в течение пары дней. После того, как вы стали официальным продавцом на ВБ, надо решить, а что же вы будете продавать. Самый зачет, если у вас есть уже свое производство, пусть и небольшое. Если нет, тоже не беда. Когда будете выбирать товар, держите мысль о собственном товаре в голове, и если попадется интересный вариант, почему бы не попробовать организовать производство, ну, хоть в том же гараже. Я, например, смотрел интересное видео, где девушка заказывает оптом различные смеси из Китая для маникюра, потом разливает их в меньшей емкости и продает на ВБ и по салонам. Уже основала собственную марку. Если же вы пока хотите просто перепродавать чужой товар, как и я, без сервиса аналитики вам не обойтись. Да, вы можете попробовать продавать тот товар, который знаете, которым пользуетесь, который вам нравится. Ну, не факт, что вам удастся зайти с ним на Marketplace. Возможно, получится так, что в данной нише уже прочно копались ваши конкуренты. Тогда придется искать что-то другое. Здесь и пригодятся различные сервисы. Например, один из трех товаров, которые я сейчас продаю, до этого момента я даже не знал название. Да просто не знал, что такой инструмент существует. Именно через сервис аналитики я его и вычислил. И смотри-ка, продается и даже очень хорошо. Я сам себе такой взял. Теперь давайте подробнее про сервисы. Я сначала обратил внимание на два, Маяк и Мпстат. У каждого из них есть свой бесплатный плагин, который встраивается в браузер. Вы заходите, например, в карточку конкурента и плагин показывает вам, сколько этот товарищ продает, какие у него остатки и так далее. На общей странице плагины показывают аукцион рекламы, где можно в принципе понять, какие затраты у вас на продвижение будут. Также в этих сервисах есть курсы для новичков, где вам расскажут, как пользоваться инструментами аналитики, как высчитать, например, юнит экономику товара, чтобы не пролететь с ценой и даже заработать. А как вы хотели? Всему нужно учиться. Например, что нужно сделать потом на ваш товар? Отказное письмо, декларацию или сертификат соответствия. Но это потом, когда пойдут продажи. Кстати, у MPStat есть много интересных видео на их YouTube канале. Я многие из них посмотрел. Именно по этим роликам я разработал механизм аналитики товара под себя. Но об этом, наверное, потом сниму отдельное видео. В итоге я остановился на сервисе MPStat. Стоил он тогда 20 тысяч рублей за месяц. Но была черная пятница и мне добавили целый месяц бесплатно. На самом деле, даже и так дорого ребята из MPStat это наконец-то поняли и сейчас серьезно снизили цены. Пару дней назад я купил месячный доступ к выбору ниши всего за 5 тысяч. Причем сюда уже добавлены такие инструменты, как нейросеть. Полезная штука, кстати. Если тоже захотите попробовать MPStat, в описании к этому видео я оставлю ссылку и промокод со скидкой. То есть вам аналитика обойдется еще дешевле. Переходите по ссылке, вводите при покупке тарифа мой промокод и получаете скидку 10%. По-моему неплохо. У меня такого в свое время не было. Ну а если захотите, чтобы я записал вам отдельное видео, как анализировать товар, с вас лайк и подписка. Так я пойму, что вам эта тема интересна. Итак, товар выбран, теперь встает вопрос, где его взять. Если вы живете в Москве, здесь есть большие оптовые рынки и можно посмотреть товары там. В регионах тоже наверняка можно найти какие-либо варианты, но я сразу настроился на Китай. Именно здесь можно получить очень хорошие цены. Например, на сайте 1688. Это такой внутренний оптовик для Китая. Через плагин Маяка можно прямо с карточки товара сразу найти похожие в Китае. А можно сохранить картинку и найти товар по изображению уже на сайте 1688. Нажимаете на объектив и смотрите варианты. Не пугайтесь иероглифов, перевод в браузере здесь прекрасно работает. Следующий момент. Как оплатить товар и доставить его в Россию? Раньше я покупал юани и через Тинькофф оплачивал заказ. Сейчас с этими санкциями лавочку прикрыли. Причем даже в открытый китайский банк Тинькофф не смог доставить мои юанчики. Зато взял комиссию за перевод и оплату валютного контроля. Деньги тогда зависли на 2 недели в Китае. Но потом, слава богу, вернулись на счет. И вот это был первый нехороший звоночек по поводу этого банка. Нам остается сейчас только один способ оплаты и доставки. Компании Cargo. Это такие люди, которые помогут вам оплатить заказ. Даже могут выбить скидку у китайского продавца 1688. А потом доставят товар в Москву. Оттуда вы уже можете заказать доставку в ваш город любой транспортной компании. Сразу хочу упомянуть и про других посредников. Так называемые фулфилменты. Эти компании могут за вас забрать товар в Москве. Упаковать каждую единицу. Промаркировать согласно требованиям маркетплейса. И отправить на склад в Каледино или Электросталь. Как найти контакты Google в помощь. Я первую поставку заказал себе в Перми. Чтобы хоть познакомиться с товарами. У меня было 7 коробок на 150 килограмм. Доставка вышла примерно 30% от стоимости груза. Деньги за товар я переводил компании Cargo на карту контрагента. Кстати, именно здесь у меня и возникла потом проблема с банком Тиньков. Но об этом чуть позже. Заказанный товар поступил в течение 3-4 дней на склад Cargo в Китае. Менеджер мне сфотографировал все и согласовал упаковку. Через 2 недели товар пришел в Москву на Южные Ворота. Еще 5 дней товар везла до Перми транспортная компания PEC. Доставили до подъезда, взяли 8000 рублей. Все это произошло за неделю до нового года. Потом праздники и только числа 10 января я принялся подготавливать товар для маркетплейса. Нужно было наклеить штрих-код на каждую коробочку. Для этого я купил термопринтер. Какая модель, сколько стоит, как печатать, сможете прочитать в моем телеграм-канале. Ссылка также будет в описании к этому видео. Заходите в мой канал, нажимаете на закрепленное сообщение. А здесь нажимаете хэштег торговля. И спокойно читаете уже подробно про все моменты моей торговли на Wildberries. Здесь будут и ссылки, и фото, и подробные цифры с примерами моих товаров. Итак, марки наклеены. Я собрал весь товар и повез на сортировочный центр в Перми. К сожалению, я тогда не нашел информации, с какого склада мой товар будет продаваться. И сколько будет стоить транзит до него. Поэтому отправил сразу весь товар. А это 750 единиц. Это и было моей первой ошибкой. Как оказалось, мой товар весь уехал в Москву на склад Электросталь. И я не заплатил ни копейки за это. Ну, по крайней мере, нигде в документах я не нашел таких списаний. А как только ваш товар попадает на конечный склад, вы платите каждый день за хранение каждой единицы товара. Причем за этот месяц Wildberries уже три раза повышал стоимость хранения. Ну, видимо, чтобы выплатить за наш счет компенсации по горельцам в шушарах. Ведь как я думал, только привезу товар на склад, так он сразу начнет продаваться с бешеной скоростью. Ага. Сводка на сегодня. Первый мой товар 200 единиц, сейчас остаток 130. Второй товар 50 единиц, остаток 35. Третий товар 500 единиц, остаток 400. Какой вывод делаем? Нужно отправлять в первую поставку немного товара, ну, единиц 20. А потом, если что, добавлять столько же. И это я сейчас говорю про схему работы ФБО, когда вы отправляете на склад сразу партию товара. Есть еще схема ФБС, когда вы возите заказы на склад вообще поштучно. Ну, когда у вас поступил заказ на маркетплейсе. Ну, в Перми такой склад 30 минут езды, да и ездить каждый день такое себе. Естественно, все это время я подготавливал фото и видео для карточек товара. Составлял описание. Здесь уже смотрите сами. Если вы такой же мамкин дизайнер, как и я, можете сделать карточки самостоятельно. Если же не в зуб ногой, лучше заплатите дизайнеру. Найти их можно на биржах фриланса типа Workzilla или Quark. В описании товара вставляйте все ключевые запросы, которые есть в вашем личном кабинете на Wildberries. Подсмотреть, как все правильно сделать, можно в карточках тех же конкурентов. Как только ваш товар прибыл на конечный склад и встал в продажу, нужно запускать рекламу. Помните те 10 тысяч, которые вы платили в ВБ при регистрации? Настало время их потратить. Сначала запускаем рекламу в поиске, без каталога. Ставки постепенно повышаем и смотрим на продвижение. И вот вы достигли первой сотни. Выдачи недели за две. Отлично. Приостанавливаем кампанию поиска и создаем кампанию авторекламы. Все это вы делаете в своем рекламном кабинете на Wildberries. Если вам сложно и чтобы оптимизировать работу, существуют так называемые автобидеры. Есть такой и в МПСТАТ, но я пока работаю каждый день ручками. Мне нравится менять ставки саму и наблюдать за продвижением моих товаров. А тут же еще Wildberries Superboost подрубил. Ну, чтобы не затягивать это видео, подробнее про это расскажу где. Правильно, в моей тележеньке. Теперь самое интересное. Сколько же я заработал за месяц и какая здесь маржинальность? В тех видео, которые я смотрел на ютубчике, многие селеры говорят, что первый месяц-два вообще работали в минус. Все тратили на продвижение. Затем маржинальность постепенно у них вырастала и достигала 30%. Я вот до сих пор не получил ни один еженедельный отчет от Wildberries. Писал про это в службу поддержки. Обещали исправить. Но пока ВОЗ и ныне там. Поэтому ориентировался на цифры отчетов из личного кабинета. Итак, я вычитал из прибыли хранение, логистику, продвижение и будущий налог. Получилось вот что. Пока я не оптимизировал рекламу, один товар ушел у меня в минус. Сейчас, правда, вышел в небольшой плюс. Второй товар показал доходность в 50%. А вот третий товар показал доходность в 70%. Хотите верьте, хотите нет. Я перепроверил несколько раз. Когда начнут, конечно, поступать итоговые отчеты от ВБ, загоню их в одну свою волшебную табличку и высчитаю все до процентика. Но предварительные данные меня уже радуют. Итоговый процент прибыли я планирую где-то в районе 50-60%. За первый месяц у меня была такая чистая выручка. Да, пока маловато, но все впереди. Минус реклама. Получается где-то 1050 я заработал. Но и эти деньги у меня украл Тинькофф. Как я уже говорил, недавно я купил новый доступ на МПСТАТ за 5000 рублей. Выбрал несколько новых товаров для расширения ассортимента и заказал небольшую тестовую партию через своего менеджера карго в Китае. Сумма вышла около 54 тысяч рублей. Я перевожу такое через приложение Тинькофф по телефону контрагента, а он мне почти сразу же пишет. Андрей, у меня заблокировали карту, отменяй перевод, перешли на Сбер. Я в панике, срочно звоню в банк. Прошло максимум минут 5. Говорю, отмените перевод. Там говорят, хорошо. А потом звонят мне и сообщают. Извините, перевод уже ушел, ничего сделать не можем. Обратитесь к получателю, чтобы он вам сам переслал деньги. Я, естественно, пишу получателю. Он говорит, ну конечно, но как я это сделаю с заблокированной картой? Не буду вам сейчас пересказывать два дня моей борьбы с поддержкой этого замечательного банка Тинькофф. Просто расскажу вкратце. Оказывается, они заблокировали счет моего получателя, потому что он не выплатил им какой-то кредит. Но деньги на заблокированный счет продолжали принимать. Без проблем. Так же, как и я, этому человеку перевел деньги ранее другой клиент. И в тот раз банк Тинькофф разрешил вывести перевод на другой счет и вернуть отправителю. Но в моем случае они отказались так делать, пока получатель полностью не закроет какой-то кредитный договор. Получается, банк Тинькофф использует мои деньги для давления на другого своего клиента, а на меня ему глубоко насрать. Хотя там прекрасно понимают ситуацию и то, что я ни в чем не виноват. В итоге, те 50 тысяч, которые я честно заработал на Вальдберес за месяц, банк Тинькофф у меня благополучно украл. И возвращать, похоже, не собирается. И вот я сейчас уже просчитываю возможности свалить оттуда, хотя до этого момента меня, в принципе, все устраивало. Но, видимо, что-то в банке Тинькофф прогнило. Ну, то есть поменялось в худшую сторону. Друзья, не будьте как банк Тинькофф. Конечно, я расстроился, но руки не сложил и продолжаю работу. Сумма, в принципе, небольшая. Просто удручает поведение некогда хорошего банка. Про все моменты своей торговли я подробно пишу в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Также сниму, наверное, отдельно видео по аналитике, юнит-экономике и по другим интересным моментам. Так что подписывайтесь на канал, поддержите меня лайком. Буду держать вас в курсе. Прорвемся, господа!